Более ста поправок поступило к законопроекту о капитальном ремонте жилых домов. Профильная комиссия госсовета поддержала только 33. За них и проголосовали сегодня депутаты. Самая важная поправка – бюджет Удмуртии берет на себя обязательство софинансировать капитальный ремонт домов в размере не менее 10% от собираемой жителями суммы. А здесь государство говорит, давайте мы вам поможем, давайте мы вам софинансируем, сделаем программу, сделаем правильные, открытые конкурсы в выборе подрядчиков и прогарантируем, что те дома, которые попали в программу, они все попадают в программу, что все дома будут в те сроки отремонтированы. И даже те дома, которые еще не успели собрать деньги, но попали в большой фонд, у них появляется возможность провести ремонт. Цена вопроса – примерно полтора миллиарда рублей в год. Столько по расчетам республиканского правительства будут собирать жители Удмуртии на капитальный ремонт своих многоквартирных домов. Распоряжаться ими будет так называемый региональный оператор. Создание спецструктуры начнется в октябре. Мы планируем, что в ближайшее время уже будет рабочий орган создаваться, который будет собирать заявки, будет проводить ревизию. В дальнейшем будут установлены все необходимые сроки по капитальному ремонту. Будет составлена программа. На сегодняшний день, по оценкам Минстроя Удмуртии, в программу капремонта попадут 9,5 тысяч жилых домов. Как утверждают разработчики закона, вся информация о том, что конкретно нужно сделать в доме, когда именно это сделают, сколько это будет стоить и сколько денег уже собрали жители, будет размещаться в интернете на сайте регионального оператора. Разрабатывать программы будут все равно муниципальные образования, потому что кому как ни им знать, сколько на их территории находятся домов, ну и включаться в эту программу. По годам проведения капремонта будут как раз дома, в зависимости от срока постройки этого дома, от даты постройки, и от даты проведения последнего капремонта. Жители многоквартирных домов Удмуртии будут обязаны вносить минимальную плату на капитальный ремонт. В расчете будет учитываться площадь жилья. Определять размер взноса будет республиканское правительство. Это еще одна важная поправка, принятая сегодня депутатами. Минимальная сумма платежа на будущий год станет известна до конца декабря. Сами депутаты называют закон о капремонте сложным и не исключают, что изменения в него могут появиться сразу, как только он начнет действовать. Ксения Мороз, Василий Хохряков, телеканал Моя Удмуртия.